Один из антигосударственных актов, на мой взгляд, произошел в свое время на Украине, когда, ну, насколько я помню, это была инициатива господина Яйценюка, который, опять-таки, насколько я помню, сейчас благополучно проживает в Соединенных Штатах Америки, отменить прямое авиасообщение между Украиной и Россией. Логики в этом не было ровно никакой, ну, кроме той, что страна-агрессор вот находится со своими самолетами в стольном городе Киеве, ну, и, я так понимаю, там еще куда-то наши авиакомпании летали. Кто оказался главным бенефициаром данного действия? Ну, например, аэропорт города Минска, то есть прекрасная страна Белоруссия, которая, я думаю, очень благодарна Украине за такой подарок. Украина же мало того, что лишилась денег, таким образом, мало того, что сделала все для препятствия передвижения наиболее комфортным, да, дорогостоящим, но наиболее комфортным способом для, прежде всего, собственных граждан, потому что основной поток был, конечно же, из Украины в Россию, а не наоборот. Но, как мне рассказывал мой приятель, который в Соединенных Штатах Америки занимается строительством домов и периодически там разных людей занимает, хохлов в том числе, концепция, самое главное, лишь бы Маскалю было хуже. И вот недавно Россия отменила прямое сообщение с Грузией. На самом деле, вот буквально вчера просто было день рождения моего бывшего коллеги, я там присутствовал, и мы затронули эту тему и пришли к выводу, что логики в этом нет абсолютно никакой. Ну, во-первых, надо сказать, что сам я в Грузии не был, эта сторона стоит обязательным пунктом моего пребывания в будущем, но все, кто там были, а у меня было достаточно большое количество знакомых там, совершенно разных, из разных областей, все приезжали вот с такими глазами от счастья и говорили, что, ну, вот лучшего на свете вообще нет. То есть с точки зрения как бы цен, вот красот, которые тебя окружают, гостеприимство и так далее, Грузия одна из лучших стран вообще. Ну, я уж не говорю о том, что один из самых уважаемых музыкантов России, Женя Федоров, ай-яй-яй, который в свое время вместе со товарищами создал лучше, на мой взгляд, альтернативную команду нашей страны под названием Tequila Jazz, он, не знаю как сейчас, но он довольно долгое время жил в Тбилиси. И вот с одной стороны у тебя вот эта информация, с другой стороны у тебя то, что вещают наши прекрасные СМИ. Врут ли наши СМИ? Я не думаю, что они врут. На самом деле в каждой стране есть определенное количество долбоящеров. Россия не исключение и Грузия уж тем более. И, безусловно, там есть те, кто могут выйти на улицу с плакатом «Фак ю, Раша», «Иди в жопу» и так далее и тому подобное. Точно так же, как и в России, я уверен, при правильном подходе некоторые люди выйдут на улицу с плакатами «Фак ю, Грузия», «Иди в баню» и так далее. На самом деле мы это все уже проходили. В период господина Саакашвили. И у меня в проекте «Россия чужой взгляд» даже был обзор замечательного кинофильма «Пять дней в августе», по-моему, наблюдал, назывался. Фильм, снятый с прицелом на Соединенные Штаты Америки, но как раз-таки в этих самых Соединенных Штатах Америки он с треском провалился. Потому что, как я уже неоднократно говорил, в Штатах глубоко плевать на все, окромя самих себя. Это одна из самых самодостаточных стран. Американцы одни из самых самодостаточных наций в мире. Я думаю, что если остановить среднестатистического американца и спросить, что он думает about Georgia, то он прежде всего вспомнит строчки незабвенной песни Georgia in my mind. И скажет, ну да, вот штат такой, песня про него поется. И когда он узнает, что на самом деле Georgia это еще и некая там кантри, где-то там располагающаяся хрен знает где, то он, конечно, сильно удивится. Буду периодически стирать капельки с экрана. Ну то есть я помню вот эту вот волну, когда что-то там с грузинскими винами был замес и прочее, прочее. И ну вот как бы прошло какое-то время, бабах, люди толпами едут в Грузию, наслаждаются, соответственно, всеми этими опять-таки прелестями, красотами грузинской кухни. По Москве идешь, одни сплошные там хинкали, хинкали, хачапури и так далее и тому подобное. И, кстати, на самом деле, ну уже проверенный факт, если вы хотите нормально по-человечески поесть, то, ну вот грузинский ресторан это, в общем-то, на самом деле, как правило, вполне себе приемлемая опция. Почему же сейчас вот происходит то, что происходит? Дело в том, что самая легкая вещь, которую можно монетизировать в этой жизни, это ненависть. Ну, наверное, она идет, конечно, номер два, номером два после тупости и глупости. Но, в принципе, ненависть вот такого рода, это прямая производная от тупости и глупости. Создатели замечательного паблика МДК и не скрывали в свое время, что они строят свой паблик именно на ненависти. То есть там вот всякие были там чурки, жмурки и так далее. Хотя прикол в том, что один из основателей как раз-таки грузин. И, кстати, тут вот на прямой линии с Владимиром Владимировичем, который я не смотрел, но видел потом выпуски различных блогеров, он на удивление задал очень-очень резонный и актуальный вопрос. И я, честно говоря, подписался бы под каждым словом его вопроса. Вот уж кто бы мог подумать. Но это нормальная ситуация, когда умные люди создают вот такие ублюдские ресурсы для заработка денег. Мы не вчера родились. Поэтому ненависть это замечательная и рациональная вещь, из которой можно извлекать бабло. Ну вот наглядный кейс, пожалуйста, у нас с Украиной. Ведь чего хотят по большому счету люди? Люди хотят спокойно, мирно жить, ну я не знаю, торговать друг с другом и получать удовольствие от жизни. Вот, ну вот, большинство людей оно вот так вот устроено. Для кого-то, может быть, это неправильно, но это такая вот правда жизни. Но дело в том, что мирная жизнь, она не способствует, допустим, продаже оружия. А это очень прибыльное дело. Поэтому кому война, а кому мать родная. И вот я тут съездил в город Донецк. И я вернулся оттуда вот с таким тяжелым и мерзким ощущением, которого у меня не было уже давным-давно. Потому что Донецк, на самом деле, это один из самых вообще, ну я не знаю, замечательных городов, которые я когда-либо посещал. Я был крайне к этому не готов. Я думал, ну я еду там в очередной какой-то там город. А выяснилось, что это, он и сейчас, он и сейчас город, который, в принципе, приспособлен для жизни. Для хорошей, комфортной, он зеленый, чистый, в нем вкусно пахнет и так далее. Это несмотря на все эти шахты и прочее. Я могу себе представить, чем он был там на момент проведения Евро, допустим. И вот у меня, ну не знаю, последний пример, да, девушку, у которой было все хорошо, там, квартиры, машины. И вот теперь она перебралась в Петербург и купила там в ипотеку на Ленинском там очень маленькую квартирку. Ну это тоже, кстати, может быть, не самый худший вариант. У кого-то и этого нет, но тем не менее, да, то есть от самой тюрьмы, как говорится. То есть ты живешь, живешь, никого не трогаешь, и тут бац, как бы тебе прилетает и так далее. Но самое главное, что меня там возили разные люди, общался с разными людьми, и вот как-то не создалось, понимаете, у меня ощущение правого дела. Я понимаю, что меня сейчас за это забросают помидорами, и поэтому я и не собираюсь этой темой подробно касаться. Но это говорит о том, что все-таки на все надо смотреть на месте, собственными глазами, слушать собственными ушами. Да, я даю себе отчет, что потом, даже если ты об этом где-то скажешь, тебе напишут миллион диванных экспертов, что ты нихрена не понял, ты дурак, и т.д. и т.п. Где-то все там? Где сейчас эти желтые жилеты? Или вот сейчас я вернулся очередной раз из Крыма, я туда езжу каждый год, был в Севастополе. Да, с точки зрения туриста все, наверное, очень неплохо. Но вот если реально пообщаться с местными, да, на местах, то возникает вот слово «подстава», на самом деле. Вот ничего другого как-то в голову не приходит. И такое ощущение, что вот и аэропорт, и вот дороги, которые там, слава богу, начали строить, это все вот трасса на чьи-то дачи. Потому что когда ты выясняешь для себя, как ведет сам себя местная власть, какой там уровень зарплат, в каком состоянии там местный бизнес, и когда твой коллега, который уехал из Севастополя в Питер работать, рассказывает тебе, почему он это сделал, то, ну, вот опять-таки, ты, конечно, остаешься крымнашистом, безусловно. Но вот эта фраза, которую я в свое время произнес, да, что выбор крымчан, он был не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Она сейчас актуальна как никогда, и вот одна из зрителей моего канала, у которой я остановился в этот раз, она мне его целиком полностью подтвердила. Да, наверное, при Украине было бы еще хуже, да, если бы, ну, то есть представьте все то, что на Донбассе, да еще в Крыму, ну, это же зачем? То есть войны нет, и слава богу. Но народ, вот именно местный народ, он, конечно, там не такой энтузиазмом проникнутый, как был раньше. Я его, кстати, не идеализирую, потому что, опять-таки, эти крымчане, в частности, южане в общем, это тоже очень странные люди, потому что они иногда вот воспринимают, что сейчас придет сезон, и приедут такие, знаете, богатые люди с севера, которые начнут им как бы отстегиваться. Мысль о том, что некоторые из этих людей с севера целый год копят для того, чтобы туда съездить, она вообще в их головы не проникает. У меня там несколько лет назад была совершенно потрясающая ситуация. Мы, как правило, после похода спускаемся и тусим в Маджевеловой рощи, там, в заповеднике рядом с бухтой Веселая. Там еще с советских времен, короче, люди останавливаются. И пошли купить там водички, и, значит, знакомый один говорит, а сколько там вот кока-кола стоит? Она ему отвечает, 150 рублей. Он говорит, ну, ценников-то нет, понятное дело, да? Он говорит, ну, как-то, знаете, 150 рублей дороговато. Он говорит, ну, тогда 120. И вот другой мой знакомый, он взорвался, говорит, да сколько ж можно, ну, вот каждый год я с этим встречаюсь, да, тра-ля-ля. А она тоже, знаете, взорвалась и говорит, что, ну, вот вы приезжаете сюда, да, а я вот никуда вообще не ездила. То есть он мне говорит, что я весь год коплю, чтобы сюда приехать, а я вообще никуда не езжу отсюда. И вот так вот они припирались, ну, и по очкам она выиграла. Потому что выяснилось, что вот она вот такая несчастная, как бы сидит, и вот дожидается нас, чтобы нас надуть, но при этом заработать себе на весь оставшийся год. И это прямо вот очень чувствуется. И, в общем-то, самое-то главное, к чему я это все говорю, расстраивает не вот эти вот политические все вот терки между там Грузией и Россией, расстраивают то, как легко ведутся люди на все это говно. Вот я залезаю там в ленту, там, не знаю, Facebook или ВКонтакте, и вот я вижу вот эти репосты, вот этих плакатов, что-то там грузинских баб, которые там держат плакат «Россия, иди в жопу», там, и так далее. Я не понимаю, зачем это делать. Ну, вот почему? Потому что я абсолютно уверен, что даже если сейчас, вот, приехать в Грузию, ну, наверное, если вы выйдете в центр Тбилиси с плакатом Сталина и будете в течение двух часов распевать там какие-то советские гимны, ну, возможно, да, у вас, скажем так, будут определенные проблемы, точно так же, как нас иногда, знаете ли, раздражает, когда в центре Москвы танцуют лисгинку, бравые парни. Но если туда поехать вот с нормальным отношением к ситуации, то что-то мне подсказывает, что, ну, вы не встретите ни с каким-то, знаете, с какой-то русофобией и так далее. Это вот кейс про Соединенные Штаты Америки. Я когда туда первый раз ехал, то мне многие люди здесь писали, вот, Павел, а вот вы там знаете, тра-ля-ля, ну, я не знаю. Ну, вот насрать американцам на это все. Ну, вот реально. Они вот эту всю клюк воспринимают как некую игру. И я ведь этот проект «Россия чужой взгляд-то» для чего еще и делаю, чтобы показать вот как можно представлять страну, да, посредством медиа, и чтобы мы на это не велись, но чтобы мы как бы понимали, что если тебе там Киселев вдувает про что-то там, что происходит в США, то не надо на это вот вестись как хомячок. Но нет, люди ведутся. И это крайне печально, вот, даже вот последний вот выпуск я сделал там со своей прекрасно знакомой Марией, которая рассказывала про фейк-ньюс, вот про все про это. И вот я, как бы, читаю комментарии, я иногда думаю, вот что должно со мной произойти, чтобы я написал на полном серьезе, да, вот зарефлексировав на сто процентов, типа, ах ты мразь такая, надо тебя сдернуть и так далее, да ты ничего там не понимаешь, то есть там вот доцент с БГУ, да ты ни хера не понимаешь, ну, как бы. И вот, и вот это вот, вот это вот бессильная диванная злоба, я понимаю, почему она рождается, потому что человек ничего не может сделать, ну, даже не знаю, там, хотя бы фотографию поставить, там, имя назвать, даже этого он не в состоянии сделать. А тут вот сидит вот такая вот бобень, да у нее еще и трое детей, и она вообще, в общем-то, нормально себя чувствует. И вот кровопийца. И вот это как раз тот контингент, который очень легко разводить на вот этот тип ненависти. И потом это все дело монетизировать. И когда ты с этим сталкиваешься, ну, то есть раньше меня это как-то расстраивало, бесило, иногда даже забавляло, а сейчас просто, знаете, стало вот вообще пофигу. Я, как вы знаете, вот и с Егором Яковлевым я такую позицию избираю, которую, ну, никто ведь не займет, будем говорить откровенно, да, мальчиком для битья никто не будет. Потому что самодостаточных людей крайне мало, у всех вот такая есть рефлексия определенная, если тебе говорят дурак, то, ну, то есть люди на полном серьезе воспринимают эту ситуацию, они думают, что вот надо реально ответить, то есть они не могут как бы не обращать на это внимания. Тем не менее, вот конкретно вот все-таки именно с Грузией, ну, с Украиной все понятно, да, то есть там вот с нашей стороны промывка мозгов идет, с той стороны вообще капитальная промывка мозгов идет, и, ну, да, действительно, тут тема закрыта. Я не думаю, что ситуация с Грузией, она потеряна. Я думаю, что будут люди продолжать туда ездить, люди будут продолжать ходить в грузинские рестораны, пить грузинские вина. Я абсолютно уверен, что люди будут продолжать слушать какие-то грузинские песни, напевы и так далее. И вот все вот это все, что произошло, это не более как какая-то эмоциональная маразматическая фигня. Поэтому в очередной раз такой плевок в пустоту, но, тем не менее, ну, не ведитесь. Ну, попробуйте остановиться на хотя бы несколько секунд и задуматься. Вот ты прочитал, вот прежде чем сделать этот репост, ну, просто подумай. А еще лучше, конечно же, к сожалению, не всем могут это себе позволить, но крайне полезно съездить и посмотреть на это собственными глазами. Вот это особенно ценно. Поэтому и я стараюсь все-таки выезжать периодически, и людей к этому подталкивать всяческим образом. И вот и Париж этот уже, в общем-то, пресловутый, и Берлин. Потому что, когда ты оказываешься там, ты открываешь все для себя по-новому. Мало того, что спадает флор волшебства, особенно в Париже, но при этом ты видишь, что и те негативные вещи, которые говорят там, не знаю, про Францию и прочее, они тоже, ну, как бы к реальности мало имеют отношения. Поэтому я продолжаю быть наивным идиотом, я продолжаю верить в адекватность этому миру и этой вселенной. Я продолжаю верить в то, что люди все-таки в состоянии не изливать говнища там в комментариях и так далее. Ну и приходите ко мне, как всегда, заканчивая на этом и на экскурсии. И если хотите куда-то поехать со мной, там, в Париж, Берлин, или вот мы сейчас пытаемся в Крым набрать, это такой челлендж определенный в следующем июне группу, то пишите мне, и ссылки все есть вот там вот, в описании под этим выпуском. Соответственно, увидимся с вами. Всем мира и любви. Пока. Пока.